Все было прекрасно. Стадион в отличном состоянии, да и погода не подвела. А вот с календарем организаторы турнира немного не угадали. Получилось, что первый день по существу стал и решающим. В этот день дебютной игрой стала встреча Заря Уор, Ленинск-Кузнецкий, Кузбасс-Шор, Кемерова. Первого гола долго ждать не пришлось. Уже на второй минуте воспитанники Уор получили право на подачу углового, итогом которого после его розыгрыша стал точный удар 16-летнего Ивана Тархова. Но уже через 6 минут баланс был восстановлен. Молодые кемеровские футболисты также получили право на исполнение углового, после подачи которого Антон Кузьмин головой замкнул прострел. Следующее взятие ворот произошло на 20-й минуте. И гол получился на загляденье. Заринцы пошли в контратаку, итогом которой стал отличный удар головой Саида Акбаралиева. И Уор повел в счете 2-1. Окончательный счет 3-1 был установлен на 78-й минуте. После церемонии открытия турнира был сыгран второй матч, который по сути и получился решающим во всем турнире. Заря Суэк и ФСК Распадская. Противостояние таких коллективов всегда украшение любых турниров. Судьбу матча решил один единственный гол, забитый на 42-й минуте игроком Южан Александра Михеева. Взятие ворот во многом было спорным, и положение вне игры у игрока Междуреченцев все-таки скорее было. Но боковой арбитр этого не заметил, и единственный промах в обороне суэковцев оказался судьбоносным. Второй день лишь подтвердил фаворитство двух команд. Сначала в споре Заря Суэк с Зарей Уор. Более возрастные суэковцы победили со счетом 3-1. Во втором матче между Кузбасс с Шор и Междуреченцами чудо не произошло. Распад забил три безответки. В последний день Заря Суэк свою задачу выполнила, загрузив в ворота кемеровчан – покер. В составе горняков забивали Иван Кусакин на 16-й, Анатолий Шубенков на 18-й и дубль Евгения Ковальчука на 26-й и 65-й минутах. Заключительная игра ФСК Распадская – Заря Уор. В первом тайме гости турнира смогли забить только один гол и тот с пенальти на 39-й минуте. Страшворот Зари Уор Никита Овчинников среагировал на удар Александра Михеева, но остановить полет мяча не смог. А вот после перерыва оборона уоровцев просто рассыпалась, и южане за вторые 45 минут провели 4 гола. Первый турнир завершился, но он обещает стать традиционным. Турнир планируется, чтобы стал традиционным из года в год. Это будет конец апреля каждого года. Хотелось бы сказать спасибо управлению спорта в лице Новиковой Татьяны Геннадьевны, а также администрации стадиона «Шахтер» фоновой Надежде Васильевны за предоставление поля, раздевалок и вообще обеспечения турнира. Грицук Олег Александрович, компания «Телеком» в лице Шамина Сергея Александровича, а также Ожогина Владимира Ильича, председателя территориальных независимых организаций. Итог турнира таков. Обладателями бронзового кубка стали воспитанники Ленинск-Кузнецкого УОР. На втором месте Заря Суэк и три победы ФСК Распадская сделали его победителями.